За первые две недели работы зернового морского коридора 16 сухогрузов вывезли из портов Одессины порядка 450 тысяч тонн украинской агропродукции, зерновых и маслячных культур. А 16 августа пять других кораблей сформировали караван и сейчас направляются к Босфору. В основном эти зерновозы идут в Северную Африку, южные страны Евросоюза, добавляется и Азия. Тем временем украинские аграрии ждут, когда зерновой коридор заработает в полную мощность. Это позволит вместе с альтернативными путями вывоза экспортировать 3 миллиона тонн зерновых ежемесячно. А большие корабли доставляли бы грузы в дальние страны Азии. Пока же в порты заходит малотоннажное судно. Это связано с проблемами страхования груза во время боевых действий в стране. Поэтому судовладельцы подняли цены за свои услуги. Но далеко не все из них готовы идти на такой риск, даже за счет повышения цены за фракт. Есть потребность, чтобы заходило больше судна. Есть потребность в том, чтобы заходили большие суда, с тоннажем 30 тысяч тонн на судно и более. Но не все судовладельцы готовы брать на себя такие риски и просто надеяться на высокую ставку и стоимость перевозки. Особенно это касается собственников больших судов. Это немного другой бизнес. На данный момент удается лучше договариваться с суднами немного меньшего калибра. Перед Украиной пока еще остро стоит вопрос вывоза прошлого и текущего урожая. И поэтому часть его будет находиться в специальных временных хранилищах. В свою очередь агропромышленники ждут поддержки от государства, банков и международных партнеров. Ведь весеннюю посевную фермеры сумели провести только благодаря прошлогодним накопленным ресурсам. Ресурсы и деньги уже закончились, а уже вот-вот стартует осенний посев, а затем очередной весенний. В этом году у нас ожидается урожай до 70 миллионов тонн зерновых и маслячных культур вместе взятых. Это довольно существенный объем. У нас будет недостаточно порядка 10-15 миллионов тонн мощностей по хранению зерновых и маслячных культур. И тут нужно действительно львиную долю этого перекрывать за счет временных способов хранения. Это полимерные рукава для хранения зерна или такие некие модульные хранилища, тоже временные. У нас уже проходит посевная кампания по азимам, а зимый рапс уже сеется. Азимая пшеница будет сеяться буквально через две недели. И тут важно, чтобы была государственная поддержка. Банковское кредитование под государственные гарантии для сельхозпроизводителей для проведения этой посевной кампании.